Добрый вечер, или доброе утро, или доброй ночи, или добрый день, дорогие друзья, с вами Мария Карпинская. И сегодня я хочу сообщить вам, что я пока не знаю, когда будет следующий выход передачи, потому что я отправляюсь путешествовать по Индии, еду в Гуа из этого дома, но здесь всё время происходят какие-то события, которые ложатся на сердце просто болью. Ну, например, в прошлом году у меня было две собачки, которых я отдала в лечебницу, заплатила за операции. Одной собачке отрезали ногу, и сейчас я с ней встречаюсь на пляже, и очень люблю эту собачку, её подкармливают. Вот, а вторая, Мани у неё имя, а вторая собачка, я помню, её звали Дракон, она тоже была отправлена в лечебницу, и потом её выпустили где-то. И вот она сама нашла путь и пришла сюда, у неё оказалась задняя лапка что-то не очень хорошо работает, видимо, отдавили или что-то, ведь у собак тоже, наверное, бывает карма, честное слово. И вот она была неприручённая, она, видимо, забыла, или, может быть, ну, как-то переживала, что мы её сдали, а там было плохо в этой лечебнице. И она как бы сначала очень так отдалённо с нами, вот там в угол задний легла, мы ей постелили картонку, она там лежала, а потом, наконец-то, потихонечку за едой она стала подходить сюда и уже стала спать на крылечке. И вчера она спала на крылечке, правда, первый день она выла, плакала, как ребёнок, немыслимо просто. Вы не представляете, что это такое? Вот плачет собачка, как ребёнок, маленький. Я не могу улыбаться, понимаете, ей сегодня у меня вообще. Вот, а вот это вчера ночью. А тут веселились, а она вот пыталась там вместе выйти, и всё такое до этого тоже было. Вот я заметила, что музыку ставишь, и звали тогда ту собачку-дракончик. Это я дала имя Ушасмин, но она та же самая. Вот, и она уже приручённая, вот здесь лежала у нас на крылечке. И я радовалась. И вот представьте, в какой-то момент, я не знаю, что это такое, она взяла и пошла зачем-то опять в тот угол, где она первый раз лежала в грязи, и мы ей постелили, там всё такое. И в какой-то момент, вот буквально она легла, не прошло и полчаса, раздаётся такой крики вой этой собачки. Оказалось, что там за стеной гостиница, очень высокие такие, ну, здание высокое, и там, ну, как сказать, на этаже, на самом верхнем, такой как балкон. И кто-то взял и сбросил вот половину кирпича, намеренно, ненамеренно, я это уже не знаю. И именно этот кирпич попал вот ей в неё. Ну, вроде вот у неё вторая лапка болела, я не знаю, куда он попал, потому что дальше раздался такой визг невероятный. И она потихонечку убежала. Сначала она лежала там в кустах, я её видела. Потом прошло какое-то время, она исчезла. И вот я жду, она, по идее, я здесь коврик постелила, и ждала её, что она придёт, и как-то накормлю её, ещё что-то, но она не появляется. И даже нет её вот этого плача. Да, наделась, неизвестно. То есть, а я уезжаю. А я уезжаю, и я уже ничего сделать не могу. Как бы так вот судьба складывается, то ничем помочь я этой собачке не могу. Ну, вот у Майи была какая-то её подруга очень близкая, которая погибла, у неё тоже нога была сломана, как и у этой собачки. И как бы она всё время хотела быть собачкой. И Майя увидела в ней вот эту, свою подругу Женю, и она увидела это в собачке. Я уже не знаю. То есть, ну, у меня ощущение, да, это возможно, это же Индия. У меня ощущение, что какая-то очень негативная карма действует, подействовала на эту собачку. И, понимаете, вот печально, очень печально. Я не знаю. Вот я буду ехать по дороге, и я буду снимать какие-то моменты кратенькие, да. А сейчас я вот немножечко с вами просто передала вам свою печаль. Передала печаль. И сегодня я видела одну собачку, попрощала с ней вторую. Вот я вот исчезла. Тут ещё два котика остаются. Котик и кошечка. Кошечка с крепучим голосом всё время кушать приходит через каждые полчаса. Вообще все они находятся здесь в некой... И кот тоже в стрессовой ситуации. Я могу это понять и объяснить, но я не буду это делать. У меня такое ощущение, что вот не зря же они здесь собрались все и попали в такое положение. Каждая и кошечка, это и котик, и это бедная собачка. Я ведь в прошлом году занималась тем, что спасала собачек, оплачивала им операции, но, видимо, недобросовестно там делают или что. Они делают, может быть, но потом выпускают. Выпускают собачку на пляж. Вот две собачки, я их вам просто покажу. И потом происходит вот нечто. То есть опять то ли им отдавили, то ли им что там случилось, то ли собачки грызут друг в друг. Хотя они очень дружелюбные. И обычно я ни разу на пляже не видела, чтобы между собаками была борьба. Но у меня создаётся впечатление, что это Индия. И в Индии у животных есть карма, и у людей есть карма. И вот эта карма сегодня снова сработала таким странным образом для собачки, которая нашла этот дом через год и сюда пришла. Жаль, очень жаль. Но вот это всё, что я вам хотела сказать. Извините, улыбаться не буду и не хочу. Уж печаль так печаль. И сегодня у меня печальный день. Но завтра мне надо всё этот дом покинуть, потому что я еду в путешествие. А там дальше, когда я буду возвращаться, пока не знаю. Потому что я еду заодно продолжить визу свою ещё на два месяца. Вот, наверное, или в конце марта, или в середине. Не знаю, когда я вернусь сюда. Но не знаю, что здесь будет с животными. Но мне очень больно за этих милых животных. Всё, всего доброго. С вами была грустная, очень грустная, очень расстроенная. Мария. До свидания.